Я нашел замечательный такой слух о том, что у нас здесь происходит на концертах такое, такое, что просто что-то очень страшное. На очередной сессии Пушкинского рок-клуба в дискобаре «Стойка» посетителям предлагали много кофеина. Вернее, молодую питерскую группу под названием «Кофеин». Причем название это подходит музыкантам как нельзя лучше, ведь их песни полны оптимизма, энергии и решительности. Они рассказывают о том, что понятно любому человеку, как уйти с работы, когда она достала, и как хорошо, когда наступает лето, и что по утрам надо пить кофе, так как в нем много бодрящего кофеина. Хочу, чтоб каждый, как ребенок, был и не умел бы врать, Чтоб всем поровну всего, чтобы чужого не брать, Чтоб на каждого хватало любви и тепла, Чтоб после каждого лета приходила весна. Творчество группы сочетает в себе такие направления, как регги, ска, поп, фанк, панк и так далее. Но, проще говоря, эти музыканты похожи на мальчишек с соседнего двора и своим видом, и своими песнями, только при этом это действительно качественная музыка, и это люди, которые не ленятся исполнять свою мечту, то есть репетировать каждый день и завоевывать все новых поклонников. Одному становится тесно, Не хватает тепла, мимо, мало места, И все вокруг дарит, Тяжелым грузом на грудь, И невозможно уснуть. И все, как назло, мне нечем себя занять, Когда рядом никого Нечем дышать. Группа «Кофеин» начала регулярные выступления в клубах Петербурга в 2006 году и за это время успела несколько раз выступить на площадках города Пушкина. В прошлом году «Кофеин» выпустил дебютный альбом, который, кстати, можно найти в интернете. А сейчас музыканты напряженно работают над новым альбомом в студии. В «Дискобаре» они выступили со старыми хитами и остались несколько недовольны своим выступлением. Ну, в общем, извиняюсь за, на самом деле, что мы будем лучше и лучше. Это точно абсолютно. Ну, супер, лучше ничего не было. Ну, лучше всех. Лучше бы ничего не было или? Нет, я думаю, самое суперское, что вообще могло было только быть. Да, спасибо. А если вообще по сравнению с другими выступлениями? С другими выступлениями это, блин, пик. Пушки не имею, да? Это фиг крутости. Самое лучшее, что было в наши концерты. Однако недовольство собой – это ведь нормальное состояние творческих людей. Оно означает, что впереди новые хиты еще лучше. И весь мир, который бросится на стадионы за новые порции кофеина. Врачи уже не помогут тебе от ветра в гонопе. Наконец-то пришла долгожданная ледонь. Людмила Борисова, Максим Горсков. Специально для сайта городпушкин.инфо